Всем доброе утро, девочки мои! Наступил новый день. И вот обновленная я проснулась сегодня. У меня обновленная квартира. Везде чистенько, везде классненько. И вот обновленная я. Я сегодня решила привести себя в порядок. Чуть-чуть подкраситься. В общем, голову помыла, уложилась. В общем, хорошенькая, да. Хорошенькая. Мне нравится. Вот. Ну вот голубая туничка. Вообще на этом фоне теперь любая будет смотреть. Розовенькая, голубенькая, любого цвета. Теперь у меня здесь занавесочки новые висят. Вот. Вчера у нас с сыном мы все закончили. Он мне помог. И вчера еще вечером, уже не попало в то видео, вечером он пришел, привел мне электрика знакомого. Поменяли розетки все. Теперь все розеточки, выключатели беленькие у меня. Класс. В общем, все сделано, все завершено. Осталось мне купить полочки. Мы сегодня с дочкой договорились встретиться. Она за мной заедет. И, в общем-то, надо заехать полочки вот эти. Там заказать, я не знаю, или их сразу сделают. В Леруа съездить надо. И еще хотим посмотреть вот кое-какую мебель, которую я хочу поставить туда вместо дивана. Ну, в общем, сегодня у нас такой, как говорится, съемки будут на натуре. На выходе. Вот. По дому у меня все. Я вам вчера уже показала. Все убрала, прибрала. Все нормально сделано. Там, где осталось где-то чуть-чуть подмазать. У меня немножечко красочки осталось. Чуть-чуть. Там некоторые места. И все. И я уже все это выбрасываю. Ну, и потом уже прихорашивать я буду все больше и больше. Свою квартирку. И те вещи, которые у меня еще, как сказать, не вышли на выход, да. Но они уже приготовились на выход. Но я дело в том, что жду свою соседку. Она сейчас в отъезде. Она там в деревне. Вот. И кое-что соседке нужно, я знаю. И я ей просто отдам. Кое-что на выброс пойдет. Но тоже надо еще там спросить одного человека, может быть, нужно. Ну, в любом случае, это уже будет не сегодня. Сегодня, ну, когда, может быть, завтра будет. Сегодня, если я покатаюсь туда-сюда, я устану, приду уже. Мне будет не до перебора этих вещей. Ну, это, в общем, как бы на перспективу попадет это в это видео. Или, может быть, это будет в другом видео. Не знаю. Но к чему это я говорю? К тому, что, в общем, на этом я не останавливаюсь. У меня продолжают, как бы, еще переборы вещей. Какие-то перемещения, какие-то изменения. И, в общем, вы следите, продолжайте следить за изменениями, в общем, в моей квартире. Как говорится, знаете, процесс пошел, и остановить его очень трудно. Вот. Ну, а те, кто начал ремонт, и кто начал перебирать вещи, тех я поддерживаю, девочки. Дерзайте. Давайте, вам удачи всем. Вот. Ну, а сейчас что? Ну, розетки я показывать не буду. Точно такие же я купила, точно такие же, только новенькие и беленькие. Все. В общем, жду дочку, собираюсь и поедем. Ну, что, девочки мои, приехали мы с дочкой в Леруа. Она пока там машину паркует. Я решила выйти немножко на воздух подышать. А то в машине что-то жарко, душно. Что-то я прям даже так неплохо... Сегодня выходила на улице, было жарко. Я одела кофточку, не стала я куртку одевать. Ой, хорошо. Сейчас она машину поставит, и мы с ней пойдем... Ну, поздоровается с вами, наверное. Мы пойдем с ней доски. Мы сюда в Леруа приехали для того, чтобы заказать. Или там вырежут, выпилят, или что там. Может, готовые будут. Две дощечки, вот шкафчик мой, в кладовочку. Сейчас пойдем смотреть. Ну вот, девочки, мы уже приехали в Леруа с дочкой. Чего там, дочечка? Поздороваешься со всеми? Всем привет. Да я просто обалдела от того, какой красивый свет, и как мы с тобой здесь гламурненько смотрим. Да, а светка такая, солнышко хорошая. Глаза, смотри, они как будто их нет. Слушай, хорошая фотка, да? Надо прям... Давай на обложку. Давай сфоткаемся, кстати. Давай сфоткаемся, слушай. Давай, я вот так вот. Сейчас, сейчас я все сделаю. Ну-ка. Вот. А у меня не так уже, видишь? Да, вообще прям. А у меня хороший телефон. Видишь, у меня? А у меня тоже хороший. А у меня свет какой четенький. Давай на твой сфотку. Давай на твой сфотку. Давай. Все, мы сейчас пофоткаемся и пойдем за досками, девочки. Нам нужна тележка, не нужна? Или если что, потом возьмем, да? Нам надо сейчас просто узнать вообще, как там с этими досочками. Сейчас пойдем посмотрим эти досочки. Взяла размер. Взяла размер, да. Я же тебе вчера написала. Размер взяла. Так. Ну и задерживаться тут особо не будем. Короче, зашли мы, девочки, в отдел. И тут вот ДСП разной толщины. Большие, маленькие. Но это все не облицованное дерево. Ну, в принципе, если мы сейчас вот найдем, можно будет просто покрасить белой краской так же. И будет все. Будет все шикардосно. Ну, если нету белых, что теперь поделать? Покрасим сами. В общем, девочки, нашли мы вот доску. Как раз 2 метра у нее длина. 40 сантиметров ширина. И как раз вот две полки у меня из нее вырежут. Вот это 558 рублей. Да, 558 рублей. В общем, недорого получается. Ну, тут есть разные. Есть по ширине и по длине. Есть вот такие полочки. Мы сначала думали вот это взять, смотри. А здесь метр 20 на 40. А 480 на 2. А здесь больше отходов. Получается 2,40 длина. А у нас 2 метра мы взяли там чуть-чуть. 97 сантиметров одна полочка. То есть там 6 сантиметров отрежут. Я не знала, что в Леруа так есть. И я не знала. Там вон цвета покажи любые. Да, есть, кстати, вот, девочки. Это ЛДСП под цвет мебели. В отделе хранения. В отделе хранения в Леруа. Да, есть темный цвет. И такой цвет есть. Вот такой вот еще есть цвет под цвет мебели. Ну, так как у меня все крашено белым, значит, чисто белый цвет у меня будет. Вот еще вот такой есть цвет. И разные размеры. Ну, если что, да, если что, еще могут вырезать. О, какую деревяху тащит. Говорят, дочка не помогает. Мне вообще не тяжело. Тебе не тяжело, не? Нет. Девочки, мы едем сейчас в горизонт. Мы едем посмотреть кое-какую мне мебель. Я вам попозже, уже когда приедем, я вам тогда покажу, расскажу, что я вообще, что к чему. Вот. Ну, досочки. Мы взяли доску одну там как раз по ширине, которая нужна мне. Ее так обрезали. Две досочки сделали. Они как раз ЛДСП. Облицовочная, белый цвет. Прям все, что нужно. И красить не надо, ничего не надо делать. Прийти домой, просто положить их на эти ушки. Или как они там? Крючочки. Не крючочки, ушки. Я что-то русский язык в последнее время подзабыла. Ну, вот эти штучки, знаешь, вечно говорю. Штучки чуть-чуть. Ну, штучки или вот эти какие-нибудь ушки или что-то там. Пытаюсь вспомнить, как это слово называется. Короче, не знаю, замороченная какая-то. Ответственность болит. Вот, и там, конечно, у кого-то еще и совсем ничего не распускалось. И снег еще лежит. А у нас, смотрите, видите дерево как раз? Вот стоит беленькие уже цветочки. Это жердюла, абрикосы, наверное, да? Уже цветочки на деревьях распускаются. Вот, класс. Скоро у нас деревья побелеют все. Уже вот буквально вот-вот на днях, да? Вот-вот-вот. Ну, что-то уже появилось. Ну, у меня даже вот сережки появились на тополе, который напротив окна сегодня выглянуло. Уже там, смотрю, сережки повылазили. И все. Вчера дождь прошел, а сегодня уже утром, смотрю, сережки там такие сантиметров по пять повылазили. Да, они, кстати, после дождя, да? После дождя они особенно вылазили. Что-то сегодня как-то подрезают все. Что-то все какие-то нервные. Нервные какие-то все. Летит ему, спешит он. Ну, спешит же он, наверное, да. Потому что, блин, за рулем вот эти таксисты и автобусники. 90 процентов. Ага. Вот, покажу деревья, смотрите, с цветочками. Ох, красота. Ох, лепота. Мне нравится тут аллейка, особенно, когда она цветет. Такая красивенькая. Но она цветет еще, но не сильно. Скоро и тюльпаны повылазить. Все вообще повылазить, все будет красиво. Ой, не дождусь. Вообще меня все это вдохновляет. Когда солнышко, когда зелень, цветочки, лютики. А я не кушать хочу. Сейчас поедем, приедем и покушаем. Я себе, знаешь, напоминаю кого. Помнишь, мультфильм такой был? Поезд, который ехал-ехал какой-то в Ромашкино или что-то. И вот он вечно останавливался. Тут цветочек понюхает. Помнишь? Вот там еще какая-то песенка пела. Я не могу тебе... Паровозик, паровозик какой-то был, что ли. Мультик, да. И вот я не могу вспомнить. Ты не посмотрела или ты в детстве? Да, и мы смотрели в детстве. Он старый мультик такой. Не помнишь, что? Паровозик едет. Не помню. И как-то вот какая-то песенка там еще поется. И вот он то там остановится, то там остановится. То цветочек понюхает. То там рассвет какой-то. То еще что-то. Вот я себе напоминаю. Иду-иду, раз, цветочки остановилась, сняла. Полюбовалась, дальше пошла. Ну что, девчатам приятно. И мне приятно. Так, ну все, девчата, едем дальше. Все, девочки, приехали мы в горизонт. Сейчас мы идем быстренько перекусить. А потом пойдем в хофф. Нравится мне в горизонтике. Очень тут симпатичненько, уютненько. В горизонтике тебе нравится? В горизонтике. В маленьком горизонтике. Блестяшечка такая, мордочка. Мордочка блестящая. О, и очень уютная остановочка для того, чтобы... Пойдем в быструю еду, да, быстро? А по нем... Пойдем что-нибудь по-быстрому, чтобы, да, время не терять. А то пробки там, то все, то все, то пробки. Так, девчата, мы зашли, короче говоря, в вкуснолюбов. Захотелось нам блинчиков. Я давно уже не ела блинчики. Я цызарь взяла. А ты взяла что? С креветками. С креветками. Вот. Я взяла вот такой десертик, он мне нравится, Наполеончик вкусненький. Доча себе какой-то другой взяла. Ну, в общем, сок, чай. В общем, сейчас быстренько перекусим и побежим. Все, девочки, мы уже поели. Смотрите, плачущая стеночка. Водичка настоящая. Классно, прикольно, мне нравится. Все, мы бежим в хов. Бежим, бежим, бежим. А вот эти вот я вам показывала как-то, да? Тоже вот так прикольно за стеклом. Интересно, мох какой-то такой. Все, девочки, идем в хов. Девочки, в общем, короче говоря, открываю вам тайны. Чего я хотела поставить в свой угол? Я хотела поставить туда уголок с диванчиками, такой кухонный уголок, со столиком. И там у меня дома две табуретки старые. Я хочу выбросить и взять вот такие же вот табуреточки, как в комплекте идут. Вот, ну, мы сейчас с дочкой пришли, посмотрели. В общем, тут уголки разные. Ну, мне нужен, конечно, светлый уголок такой, чтобы он был, чтобы размеры мне подходили. Но со спальным местом стоит дороже. Мне спальное место не нужно. Вот такой вариант есть, да? Вот. Такой вот вариант есть. Ну, столы можно, конечно, подобрать любой стол. Но здесь вот этот вариант со спальным местом, видите? Ну, мне это спальное место, в общем-то, не нужно. И он как бы дороговатый. Это вообще не уголок. Это темный. Вот еще тут светленький такой уголочек мы смотрели. Но по габаритам он большеватый, этот уголок. По цене он 26,990. Это только сам диванчик угловой стоит. Ну, уже не считая там плюс стол, плюс табуретки. Вот. И габарит у него большое спальное место. А здесь такая же обивочка. Получается похожая обивка, но в то же время покомпактнее. Он получается подешевле. 12,990. И этот уголок прекрасно становится по размерам туда. Что тут в уголке у нас? Сейчас посмотрим. Так, лавочки не поднимаются, да? Сейчас мы узнаем у продавца. Ну, табуреточки вот мне нравятся. Столик там тоже подобрали. Ну, в общем-то, мы... Заказ я этот сделала, пока заказала. Там все равно он будет еще изготавливаться. Даже больше месяца. Поэтому сказали, не обязательно оплачивать сразу. Можно оплатить уже вообще в день сборки, доставки. Поэтому есть еще варианты походить, посмотреть. Но, по крайней мере, почему я вам уже озвучиваю то, что я беру угловой диванчик. Потому что я уже реально понимаю, что диванчик такой вполне даже впишется в этот мой уголок. И вместе со столом не будет он никуда выпирать сильно. И все туда поместятся. И ноги не будут упираться никуда. В общем, все будет классно. То есть, варианты еще есть посмотреть. Ну, все. Девочки, смотрю, фонтанчики. Летела-летела мимо. Думаю, остановлюсь, покажу вам. Ну, короче говоря, это гайпарк. Дочка любит тут кушать. А я кое-что купила вам в видео. Дома покажу вам обновочку. Все, бежим на выход. Девочки, доча пока вышла машинку заправить чуть-чуть. Думаю, хоть скажу вам. А то мы там бегаем, бегаем, бегом, бегом. И потом, честно говоря, я уже поняла, что я в торговом центре не очень люблю снимать, потому что там все время играет музыка. То говорильня это громко говорит, то музыка постоянно играет. А надо, чтобы музыки не было, чтобы не забанили. Поэтому особо там снимать не поснимаешь. Так только мельком, там чуть-чуть, несколько секунд. Вот. Я купила колоночки еще. У меня ноутбук, там колонки, которые у меня есть. Они, в общем-то, сами колонки работают. Но там такая вот штучка, которая подключается, там, короче, плохой контакт. И колонки крупноватые. Я взяла такие маленькие, специально взяла компактные колоночки. В общем, ну, обновляться так обновляться. При том, что я их взяла со скидочкой вообще недорого, там, 400 с небольших рублей. Я просто забежала в МВидео, там было по пути. И быстренько раз-раз 10 минут и купила. И помчали дальше. Ну, а сейчас мы посмотрим по времени. Просто сейчас везде пробки. Сейчас время час пик. Если у нас по времени хватит, мы тогда сейчас нырнем еще один в магазинчик. Посмотрим еще там уголки. Потому что, ну, этот уголок, в принципе, мне как бы по всем параметрам вроде подходит. Самое главное, по размерам там все подходит. Единственное, что там нету ящиков под лавочкой. Ну, и цвет дерева сам по себе. Там как бы немножко будет только видно. Остальное оно все как бы прячется, все это за углом, там, за диваном. Ну, и тем не менее, если было бы светлое дерево, было бы приятнее. Если были бы ящички, было бы приятнее. Ну, и так как эту мебель придется ждать еще там больше месяца, сказали, конец мая, начало июня, вот так. Вот, при том, что нет необходимости оплачивать все это сразу. Вот, поэтому у меня есть время еще поискать. Так что ищу, буду искать дальше. Все, поехали. Девочки, мы приехали на Сельмаш. Решили еще в Нивушку зайти. И, в общем-то, нормально доехали, так пробок особо не было. Так, а что у нас светофор зеленым горит, да? Машина тут впереди неправильная стояла. А теперь неправильный автобус как-то выулки. Вы вообще все какие-то неправильные. Все неправильные, да. Это как в том анекдоте, да? А мы по вскрытике едем. Смотри, нам надо где-то тут припарковаться. Правильно? Да. Вот, в Нивушку приехали. Это магазин Нива называется у нас. Сельмаши тут тоже мебель продают. Смотри, идеальное местечко, чисто для нас. Во, класс. Все, пошли. Девочки, ездили мы, ездили. И, в конце концов, время уже около шести. Короче, решили заехать уже, забрать Деню. И потом меня уже дочка отвезет. Она пошла в садик, а я осталась в машине. А что я вам хочу сказать. Вот в Ниве посмотрели, уголки есть. И цены там есть подешевле. И вроде расцветочку там подобрали. Но высота спинок высокая. И у меня не будет окно открываться. Мне нужно так, чтобы спинки не были выше подоконника. В общем, так. Хотя там и расцветочка, и обивка нормальная, и дерево, и все. Ну, в общем, посмотрели, посмотрели, не подошло. Ну, в конце концов, на крайний случай, выбор-то уже сделан, да. То есть, если я ничего не найду другого, то, значит, я возьму то, что уже заказали в ХОВ. И там, в принципе, габариты, размеры, все устраивает. Ну, единственное, что ящичка только нету. Ящичков в этих сидушечках. Ну, в принципе, не критично, это не принципиально, чтобы прям эти ящики были, и все. Вот. Хотя там в Ниве, я сейчас смотрю, только осталась мебель. А там раньше много всего другого было. Но вот этого всего другого уже там нет. Что-то я там давненько, наверное, не была уже. Вот. Ну, все, девочки. В общем, в конце концов, сейчас Денечка придет. Поедем. Дочка меня отвезет уже домой. И тогда уже дома. Что, я вам покажу колоночки, какие я взяла. Я купила колоночки для ноутбука новенькие. Компактненькие, маленькие, новенькие. И по акции недорого получились. Так, ну, ладно, освещение здесь не очень хорошее. Да, уже что-то солнышко садится, я еще в тенечке стою. Поэтому не буду много тут набалтывать особо. Ждем, пока дочка с Деней выйдут из садика, да? Где там Денечка? Денечка, скажи приветик, девочки. Девочки, приветики. Ставьте лайки. Ставьте лайки, говорит. Денечка у нас там в садике немножечко ударился, да? Боевую рану. Боевую рану получил в садике. Все, едем, да, внучек, едем. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Все. Дене сказала. Ставьте лайк. Ставьте лайк давай. Ну что ж, давай поставьте лайк. Ставьте лайк. Ставьте лайк. В общем, девочки, пришла я домой. Немножко я подустала. Досочки эти притащилась сюда. И, в общем, вся эта беготня, суета как-то меня немножко подутомила. В общем, привезли меня домой. Я домой добралась. И сейчас переоделась. И думаю, надо немножко отдохнуть. Я смотрю, хорошее освещение. Сейчас у меня через жалюзи, роллшторы вот эти, да, через них солнышко пробивается. И вот такое какое-то приятное освещение. Хорошо так мне нравится. Смотрится классненько, да? Но я сейчас умоюсь и уже не буду такая красивая. Ну, буду такая, как обычная. Как я домашняя обычно снимаюсь. Ну, все. Отдохну, потом вернусь. Девочки, я не успела вам показать. Я сегодня утром купила часики. Вот магазин, который у нас универмаг дешевый. Вот за 519 рублей это русского производителя часики. И мне нравится то, что они не тикают. Они работают тихо. Здесь секундная стрелочка плавает. И они очень тихо-тихо работают. Но мне вот это нравится. И то, что недорого, тоже нравится. Часы у меня тут, которые висели, были в белой оправе. Они сломались. А эти вот, ну, не было в белой, я взяла в такое оправе. Мне нормально. На кухню пойдет. Доброе утречко, девочки мои. Я сижу, пью кофе в 5 утра. 5 часов утра. Но я выспалась. Я вчера рано вырубилась. Мне уже вечером не было сил даже языком шевелить, что-то вам рассказывать. Мы вчера знатно, в общем-то, погуляли по магазинам. Поездили туда-сюда. Дочка меня покатала. Прям молодец. Вот. Ну, в общем, вы уже узнали, что я в основном искала. Самая большая моя покупка, которую я хотела совершить. Ну, хотела я найти еще то, что мне нравится. Это вместо дивана старого, который я продала, я решила купить кухонный уголок. Поставить такие вот диванчики со спиночками и столик там, чтобы я могла там сидеть. Во-первых, видео снимать. Внучка, когда придет, чтобы она там не сидела, не мучилась за этим журнальным столиком. Почему я столик, этот журнальный, сказала, что я его продам или отдам, если детям, может быть, нужен. Вот. Но так как у меня будет уже стол, то журнальный будет стол уже не нужен. Я смогу уже в комнате сидеть и там кушать телевизор, смотреть. И, может быть, нарезать салатики, как это я люблю телевизора делать. В общем, многофункциональный. Я могу даже там сидеть, видео монтировать. В общем, хочу такой вот угол, уютненький, чтобы я могла там обитать. Моя дислокация будет, может быть, любимая именно там находиться. Ну и так, если придут в гости у меня дети, посидеть, покушать, чай попить, они смогут уже сесть в этом углу нормально и мучиться за этим журнальным столиком. Вот такая была у меня задумка. Кто-то в комментариях писал, предполагал, что я хочу поставить туда шкаф. Шкаф-кровать, ну, который, вот, с которого кровать опускается. Ну, зачем мне нужно еще покупать спальное место, если я от лишнего спального места избавилась? В общем-то, поэтому мне это не нужно. Я уже сказала, что у меня никто не ночует, поэтому мне лишнее спальное место не нужно. Но на тот случай, если там когда-никогда, может, раз в году кто-нибудь переночует, для этого надувной матрас имеется. Надул, поселил, переночевал и убрал его. Ну, до того, как мы поехали с дочкой искать этот уголок, в общем-то, я так прошерстила немножечко интернет, я посмотрела визуально, что мне нравится. Но, опять-таки, мне хотелось это все увидеть воочию, померить те размеры, которые не указаны в интернете. К сожалению, там вот нету такого подробного чертежа, допустим, там стола, столешница, ножки, насколько они от столешницы идут внутрь, для того, чтобы ноги могли пролазить, потому что у меня определенное там ограниченное место, да, тут диван стоит, а тут уже у меня идет как бы окно, да, то есть у меня там 140 сантиметров, и надо, чтобы в эти 140 сантиметров уместился диван, проход для ног и стол. Вот это все должно было сойтись. Но таких вот параметров не было. Поэтому мне нужно было это все увидеть воочию, посмотреть, пощупать материал, увидеть это глазами, потому что немножечко и цвета искажает интернет. Поэтому, в общем-то, я решила, что нужно поехать сначала посмотреть, разные варианты увидеть их вживую, а потом уже, может быть, даже если через интернет какой-то там заказ делать, то, значит, может быть так. Ну и на самом деле уголок мы посмотрели. Посмотрели, я была в Донском, это еще сама, когда ездила в рынке, смотрела уголки. Посмотрели, вот мы в Хофф, заехали в Неву, посмотрели магазин, в общем, в Неве там подходящих даже размеров не было. Вот, и в итоге я приехала домой, мне позвонили с Хофф. Я сначала сделала там заказ, там немножечко, мне не нравилось единственное, что там ножки, они идут темный ЛДСП, ну такой серенький, как бы мне хотелось белый там, или светлый какой-то, как под дерево светлое, бежевое, может быть, светлое, но не было такого. Ну, хотя обивка была светлая. В общем, на этом, в принципе, и остановилась. Думаю, стол все равно я буду застилать в любом случае, клеенкой у меня стол голый стоять не будет. Ну, а так по размерам все сошлось, по цене все сошлось. Единственное, что ящичков там не было в этой лавочке. Ну, в любом случае, думаю, ладно, ящички не принципиально, в общем, цена вроде как бы приемлемая. Я сделала заказ, но мне сказали, что заказ вы можете оплачивать, это уже когда вам привезут на месте, а привезут в начале мая, то есть очень долго ждать. А я еще спросила, почему так долго ждать у вас? Что, в Америке, что ли, это делают, через океан везти? Нет, говорит, делают в Волгодонск. Я говорю, так Волгодонск, вот он рядом с Ростовом. А вот логистика такая, что с Волгодонска везут на склад в Москву, а потом с Москвы везут в Ростов. Вот, понимаете? То есть вот тут по соседству делают эту мебель, потом ее должны отвезти, значит, в Москву на склад, а потом в Ростов привезти. Поэтому все это так долго. Вот, но даже и с этим я смирилась, что долго ждать. Думаю, ладно, ничего страшного, как бы это не принципиально, не срочно там важно. Вот, ну, в любом случае, когда мне уже позвонила девушка-консультанты с магазина ХОВ, для того, чтобы я подтвердила заказ, ну, я у нее спросила, а есть ли у них светлый вариант дерева? Ну, она говорит, что вот именно эта модель, она идет только в этом цвете. Ну, посмотрела другие модели, предложила мне другую модель, уже светлое дерево, там же светлая идет обивка, и идет уже лавочки с ящичками. В общем-то, все я посмотрела, мне очень понравилось. Я, кстати говоря, видела этот вариант еще раньше в интернете, но мне хотелось это все увидеть воочию, все это пощупать. Но в любом случае, мы с ним прошлись по параметрам, по размерам, вроде все подходит, вроде все срослось, и визуально мне все нравится, как бы там все. Ну, и я решила остановиться на этом варианте, то есть я, в принципе, в заказе поменяла модель вот этого уголка. Я вам сейчас покажу в интернете, как он выглядит. Ну, и что еще? И нужно было нам с дочкой еще заехать в Леруа, вырезать полки. Ну, там, видите, там вот эти вот ЛДСП, которые уже облицовочные, они идут определенной ширины. То есть там есть 40, есть там 30, и есть там больше 60. Ну, я думала одну полочку сделать 45, другую 40, потом думаю, ну, и в принципе, две полки по 40, это нормально. И, в общем, мы хорошо уложились, взяли одну доску на 2 метра и сделали две полки по 97 сантиметров, мне там идет. Как раз вот излишек там был совсем небольшой. И все, полочки вырезали, мы их там завернули, в багажник положили, вот это ж поехали дальше смотреть. Ну, и в итоге у меня в списке еще были колонки для ноутбука. У меня такие вот колоночки побольше, просто они большеватые, и там одна колонка, у меня немножко контакт где-то отходит, и одна колонка работает все время, а другая, она как-то то работает, то не работает. Ну, мне вот это вот уже как бы поднадоело, да и колонки старые уже, и они немножко великоватые. Я уже хотела такие поменьше поставить, купить и все. Купила недорого по акции со скидочкой, там 400 с небольшим хвостиком, 425, по-моему, что-то они обошлись по акции. Вот, но я их еще даже не распаковывала, они еще запакованы и лежат. В общем, такие вот обновочки вчера приобрели. Ну, в общем, погуляли по магазинам, в один магазин, в другой, в горизонт съездили, все. В общем, полезная была вылазка, все, что я там увидела, что нужно было, купила, вот из мелочи и все. Ну, а сегодня мне уже предстоит что-то где-то подмазать. Вот эти уголочки у меня даже не хватило сил металлические покрасить. Но я уже думаю, краску уже, если буду доставать, я уже подкрашу там те места, где мне еще нужно там чуть-чуть подмазать. Как раз вот небольшой остаток краски остался, и вот это я использую. В общем, здорово мы пошопились. Дочка у меня, даже мы пока в машине ехали, мы там с ней поболтали немножко, и, в общем, она мне в очередной раз, уже не первый раз, она мне предлагает, не хочу ли я сменить жилье. Но я ей сейчас сказала, категорически нет. То есть сейчас я об этом даже не хочу думать. Она говорит, ну, а потом, может, в перспективе. Я говорю, ну, в перспективе, когда уже вот устаканится, вот ты ремонт закончишь, сына, когда приобретет уже жилье, там, ипотеку возьмет, найдет жилье уже, когда переселится, вот конкретно я уже буду знать, что у моего сына, у дочки жилье есть, там, как бы, все устаканилось, все это. Только потом я могу допустить мысль, чтобы подумать, может быть, о другом жилье. Но так как эта мысль, в принципе, допустима, да, вот поэтому я еще и делала здесь ремонт недорогой. Я не стала вкладываться в какие-то глобальные перемены, потому что это жилье, как бы, тоже, возможно, будет поменено в дальнейшем каком-то будущем, может, через несколько лет, но в ближайшее время, пока я это делать не планирую. Вот такие дела, мои хорошие. Ну, а на данный момент я пока что сейчас хочу просто обуютить место, в котором я обитаю. И давайте я вам сейчас покажу, хотя бы так в компьютере, как будет выглядеть уголочек, который я все-таки себе выбрала и заказала. Другой вариант. Вот это вот уголок, это тот, что я выбрала изначально, то, что стоял на витрине. Ну, вот видите, да, здесь немножечко такой вот, как бы, серый цвет, ну, ножик этих, да, основа. Хотя лавочки, они светлые идут, но здесь нету ящиков. И вот это вот скамья, одна только скамья стоит, вот 13 тысяч, плюс туда добавили еще столик, лавочки, в общем, в итоге цена, ну, получилась выше, там 20, по-моему, 21, что ли, или это... Ну, здесь стол не указан. Ну, в общем, короче говоря, дело даже не в цене, я совершенно, как бы, на цену сильно не смотрела, потому что я решила, что если мне понравится что-то, то я уже возьму там, цена даже если будет выше, но я прям возьму то, что мне именно нравится. Вот, ну, по габаритам здесь подошло, и, в общем-то, я сначала остановилась на этом варианте. Вот, а потом, вот это мы уже, когда с консультантом посмотрели, она мне предложила вот такой вариант, и здесь уже идет светлое дерево, лавочки идут с ящичками, размеры мне подходят все, и при том, что этот комплект в Москве есть, и он будет в Ростов доставлен уже через неделю, то есть даже долго ждать не нужно. И этот полностью комплект стоит вот 13,599. Доставка бесплатная, и сборка 800 рублей. Но мне эта цена устроила, и я, в общем, решила остановиться на этом варианте. Ну, и вот такие вот колоночки, хочу показать, вот такие вот две маленькие колоночки я купила. Здесь громкость включить, выключить, и все. И вот, вот это в ноутбук вход, а это подключение к сети через USB, вот так вот. Ну, в общем, они такие вот компактные, легенькие, маленькие. Я их попозже подсоединю. Вот такая тоже покупочка, и тоже недорого, мне нравится. В общем, девочки, показала я вам все свои покупочки. Ну, самая главная большая моя покупка. Зачем я, собственно говоря, дочку просила выехать со мной, вместе посмотреть. Вот эта мебель, это больше всего, это самая крупная покупка, больше всего, что меня интересовало, и то, что вот я определилась. Вот, я довольна, я рада. Надеюсь, что мебель привезут, поставят, и будет выглядеть она красиво. И я надеюсь, что она там, ну, по размерам, по крайней мере, по этим всем габаритам, она туда подходит. Ну, варианты, варианты другие, как бы уже смотреть бесполезно, потому что я по интернету уже посмотрела, варианты разные видела. Но в том цвете, в котором мне нужна, высота спинки, она должна не превышать подоконник, чтобы окно открывалось. В общем, разные такие, как бы, нюансы. И я поняла, что, в общем, вот эта мебель больше всего мне нравится и подходит, поэтому я на этой мебели решила остановиться. Вот. Ну, а сегодня я уже собираюсь потихонечку по дому пошуршать, полочки эти установить, колонки установить, на полочки что-то там положить, в общем, стирку там постирать. В общем, это уже все попадет в следующее видео, потому что это видео я хочу уже завершить на этом. В общем, шоппинг закончился, покупки показала. Ну, а в следующем видео смотрите уже, как я поставлю полочки, что я на полочке эти, какой порядочек в шкафчике, в кладовочке свои наведу. Ну, и многое другое вы увидите уже в следующем видео. А это видео я заканчиваю, девочки. Хочу с вами попрощаться. Пишите комментарии. Я читаю, мне очень интересно ваше мнение, ваше соображение. Кто собирается делать ремонт или уборку хлама, поддерживаю. Давайте, дерзайте, не упускайте такую возможность. Я поддерживаю. Я же вас поддерживаю. А вам нужна моя поддержка. Вот. Всем желаю хорошего настроения. И на этом видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Не забывайте подписываться, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok